Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Подошли ко мне молодые парни, попросили купить запчасть, так как им не продают в магазине. Не знаю, что на меня нашло, но я согласился купить им за оплату 100 рублей. Плату мне. Купил, отдал сдачу, получил 100 рублей. Дерзает совесть, что вообще согласился на творчанолетнем что-то купить. Обратно уже ничего не вернёшь, ситуация не изменишь, но я решил, что не оставлю денег себе, отдам нуждающимся. Впредь буду отказываться в такой ситуации. Скажите, как мне быть, очень мучает совесть. Я думаю, что это исключительно вопрос морали. Я думаю, что то, что вы называете таким словом, для вас, не знаю, что на меня нашло. Вот это про, это про какую-то такую потребность, это про какую-то такую эмоцию, это про какой-то такой импульс. у вас, для вас, который, ну, до сих пор вы не понимаете. А дальше, дальше происходит то, что когда потребность человека подвергается цензурированию, а человек начинает себя винить. Потому что вот та же самая интенция, та же, та же самая, та же самая интенция, которая была, она обращается просто, как бы теперь, ну, вовнутрь, на самого человека. И это является серьезной проблемой. Вот. Поэтому все факты, все детали, то, что вы пообещали, не присвоили себе деньги, то, что вы решили, что больше так делать не будете и прочее, прочее, прочее. Это следствие только одного. Это следствие, вот, собственно, вашей какой-то потребности. Что это за потребность, что она из себя представляет? Да, нужно, нужно преследовать. Лично мне показалось, что речь идет о неком таком бунтарском духе. Вот. Некий такой бунтарский дух, который у вас возник, когда эти люди к вам подошли с просьбой. Вот. А вы не очень, не очень в себе разобрались, вот, что такое, что это, что это за такое чувство? Что оно? это чувство из себя представляет? Вот. Ну, нужно это, нужно это, конечно, поиследовать, поиследовать. Нужно, нужно. И, собственно, тогда, я думаю, вам будет легче, вам будет проще, вам будет комфортнее, не будет у вас таких, таких эмоций по этим, ну, по этим поводу. Сейчас эти эмоции, если есть, сейчас эти эмоции, есть, ввиду, ввиду, ввиду именно того, что вы не понимаете этого, не, ну, пока, не разобрали в полной мере в том, что чувствуется. Вот. Ну, я думаю, что я думаю, что это, это поправимо. Я думаю, что это поправимо, я думаю, что все это, в принципе, решает. Что такое совесть? Совесть это злость. Вот. Совесть это злость, это вот такая подавленная, если хотите, подавленная, если хотите, это подавленная злость. Вот. И очень важно, чтобы вы сами это заметили. Очень важно, чтобы вы сами это увидели. Очень важно, чтобы вы сами это почувствовали. Была ли это, была ли это злость на этих ребят? Вот. То есть, типа, что они делают что-то неправильное, правильное, да, они делают какое-то противоправное действие. Или же это злость на что-то еще. Может быть, это злость на себя изначально. За то, что вы тоже что-то хотели, мы себе не позволили. Вот. Потому что плата в 100 рублей это же это символ, это символичный плата. Но вы ее попросили. Для чего-то вам это было нужно. Почему-то вы в этом не стали. И вот, вот, примерно в таких направлениях вам нужно подумать. Вот. Да, есть еще мораль, есть еще, безусловно, мораль. Вот. Стоит ли делать так, не стоит ли делать так, ваши отношения к тому, что вы купили. Есть еще законодательства, которые тоже регулируют подобные действия и не очень-то хорошо к таким действиям относятся. Но это все в данном случае в компетенцию психолога, пожалуй, чтобы он не входит, поэтому об этом я не говорю. для меня это совсем не является первоочередливым чем-то. Потому что, ну, я понимаю, о чем мы говорим в данном случае. Соответственно, хочу поговорить именно о тех вещах, которые мне кажутся важны. Ну, вот. Вот как-то так. Я бы вам ответил, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот я понимаю. Я прекрасно понимаю. Прекрасно понимаю ваше переживание. Я прекрасно, прекрасно, прекрасно понимаю ваши чувства. Вот. В данном случае. Вот. И понимаю, что, ну, что вы чувствуете. Понимаю, что ваши ощущения не являются такими же хорошими, да, и приятными в этом случае, потому что, ну, не слишком хорошие, мягко говоря, ситуации вы для себя оказались. Вот, я отдаю себе вот этот матчет, ну, а также думаю, что то, как вы поступили, вот, говорит о наличии у вас определенных противоречий внутренних, и вот с этим нужно разбираться, нужно разбираться с этими вещами. На мой взгляд, по крайней мере, по моему мнению, да, нужно этот взгляд, чтобы вам вот как-то было, ну, более, более понятно, что, то, о чем идет речь, и то, чего вы хотите. Буду вам благодарен за обратную связь. Я вам желаю всего самого доброго, я вам желаю удачи, я буду вам благодарен за обратную связь. И она позволит вам сформулировать для себя вот эти вот необходимые постулаты, которые, собственно, станут основой для работы на собой, основой для проработки тех вот моментов, которые... Которые вас, так скажем, беспокоят, да, которые вас тревозят, которые вызывают, значит, значит, ну, какие-то сомнения. Вот, и позволит вам двигаться вперед, там еще, ну, понятно совершенно дело, что сейчас вот вперед вы не двигаетесь. То есть совершенно очевидно, что вы сейчас застрялись. Вы застрялись сейчас вот, ну, в своих таких эмоциях, которые у вас, и для чего-то вам это нужно. То есть для чего-то вам нужно в этих эмоциях оставаться, продолжать оставаться, зачем-то. Это тоже очень такой интересный момент, да, то есть, ну, зачем, зачем бы вам в этих эмоциях продолжать оставаться, то есть, ну, прокручиваться, прокручиваться снова-снова в голове. Вот я думаю, что определенную какую-то выгоду от этого вы тоже получаете, вот только нужно нужно вот это тоже, тоже... Эээээ... Поиследовать, да, для себя, и, вот, изучить. Потому что это ваша часть вашей личности. Вот. Всего вам самого доброго. Обращайтесь лучше всего, конечно, поговорить с психологом, да, это абсолютно все более подробно. Удачи!